здравствуйте уважаемые зрители прайм тв с вами резван гусейнов и мы постараемся вместе подвести итоги очередной уходящей недели я думаю актуальной тем много но можно будет свести их всех в одно общее единое попытаться понять почему эскалация на ближнем востоке почему пока что невозможность украинско-российском треки начать мирные переговоры и почему в армяно-азербайджанском переговорном треки такие сложности и проблемы можно добавить еще несколько направлений международной мировой политики где как мы видим несмотря на то что прежде были какие-то надежды или были шансы того что многие вопросы будут решаться переговорным путем будет сближение позиций но в реальности мы видим что с сентября месяца началось серьезное обострение в мире первую очередь между силами которые фактически решают и играют первую скрипку в глобальной мировой политики тут можно определить обозначить несколько факторов и наверное одним одним из наиболее важных факторов является предвыборная гонка в сша она в этот раз будет очень напряженной и мы это все понимаем в принципе и прошлый раз она была напряженной и те неразрешимые проблемы внутриполитические между элитные которые сша между разными группами они остались по итогам выборов 2020 года до конца не разрешенными до сих пор трамп оспаривает и считает что он тогда победил на выборах и здесь не только уровень противостояния демократов и республиканцев как я сказал здесь более глубокие слои и проблемы связанные с экономикой и с международной политикой из банковской системы и фактически получается что развязка многих вопросов мировой политики напрямую связано с тем как будет идти процесс предвыборной гонки и сами выборы а также их итоги в сша то есть можно предположить что к сожалению напряженность мировой политики будет нарастать и в октябре и в ноябре и скорее всего зависимости от того кто и как победить на президентских выборах сша возможно это напряженность продлится и начале следующего года как минимум и в этом контексте одним из ярких примеров и наиболее скажем так проблемной точкой которая или проблемной географии которая напрямую влияет на предвыборную гонку является ближний восток опять разгоревшийся палестино-израильский конфликт а точнее уже идущая с 2023 года война и секторе газа и то что сейчас хочет того не хочет израиль скорее хочет война плавно перетекает на территорию ливана это серия ликвидации руководителей хазболла и были ликвидации лидеров хамас мы видим до этого это было в иране говорит о том что идет зачистка поля те люди те лидеры и хазболла и хамас которые были нужны и устраивали все силы противоборствующие они были частью всей этой политической пьесы течение десятков лет сейчас поскольку глобально будет меняться расклад сил на ближнем востоке то и эти актеры эти люди оказались не нужны поэтому идет зачистка и ликвидация верхушки хамас хазболла хотя это разные организации подчиняются разным политическим центром но тем не менее и здесь есть несколько измерений того почему это происходит израиль власти израиля по главе с нетаньяху первую очередь заинтересованы в эскалации конфликта ясно что несмотря на все обещания демократы все-таки меньше поддерживают израиль чем это делают республиканцы во главе с трампом и израиль рассчитывает что в этот сложный период предвыборный период сша израильское руководство сможет навязать американскому руководству свое видение и политику на ближнем востоке то есть жесткую политику как мы видим и считают в израиле что у сша нету не остается шансов кроме слов что-то противопоставить израильской политики и американская администрация в любом случае будет вынуждена даже не хотя поддерживать все жесткие действия израильских властей как секторе газа так и вливание вот это расчет израиля затем если победят республиканцы во главе с трампом то по мнению наверное израильских властей это создаст еще большую позитивную динамику для интересов израиля хотя мое личное мнение что тут есть много уровней много акторов и значительная часть эскалации на ближневосточном треке в конфликте связано не только с израилем не только с ираном и сша но и с великобритании и другими актерами в первую очередь великобритании которая максимально сейчас заинтересована в эскалации конфликтов на треке палестина израиль и украина россия именно так по мнению британской элиты они смогут укрепить свои позиции в новом формирующимся миропорядке и не дать за счет некоторых интересов великобритании договориться между собой сша китаю и россии ну и естественно другому ряду стран том числе и в европе том числе и касается азии и так далее то есть здесь есть несколько уровней если еще интерес китая поэтому на данном этапе скорее всего мы станем и уже стали свидетелями эскалации конфликта на ближнем востоке очередной раз за многие годы перекраивается регион мировая политика во многом зависит от того кто и как делает расклад и управляет ближним востоком как там чертят границы и наверное настало новое время когда будут заново чертить границы фактически чертят ситуация в сирии в ираке и других странах мы видим ближнего востока это фактически есть перекраивание границ этих государств через прокси силы но не все так радужно то есть если создается впечатление что израиль достигает своих целей я думаю что это скорее тактические цели стратегическом измерении израиль уже заложил себе проблему нового уровня с окружающим арабским мусульманским миром и не только с окружающим мусульманским миром возможно создается впечатление что израиль как и всегда продолжает успешно отстаивать свои интересы громить окружающие организации террористические и другие делать так чтобы арабские страны не смогли объединиться но они никогда по истории не могли объединиться обычно на ближний восток мир приносили внешние силы не арабы а внешние ну допустим тюрки которые в течение тысячи с лишним лет обеспечивали стабильность безопасность процветания ближнего востока худо-бедно намного лучше чем это сейчас делают западные силы последние сто лет если сравнить какая кровь все эти сто лет сто лет льется на ближнем востоке и посмотреть насколько стабильно и процветающим был ближний восток вперед период управления османской империи этим регионом другими тюркскими мусульманскими империями поэтому я думаю что нарастание эскалации она наоборот стимулирует не обязательно арабские народы или страны том числе и турцию том числе афганистан с талибами том числе еминских хуситов то еще ряд стран скоро будет сюрпризом и это не только хиран которые как я сказал это в основном не арабские страны которые недовольны тем как израиль и те силы которые стоят за ним пытаются в новом формирующемся меропорядке по-своему чертить границы государств и интересов на ближнем востоке в этом контексте нам нашему региону южному кавказу как говорится что светит как мы видим на армяно-азербайджанском треки тоже серьезные проблемы пока что временно застопорилась переговорная тематика опять-таки всем что пашинян получает советы из вашингтонского политбюро из парижского обкома и эти советы звучат в контексте того что или надо добиваться какой-то бумажки о мирном если не договоре то о намерении или же ужесточить риторику фактически срывая мирный переговор пока что это так идет но я думаю после октябрьского саммита лидеров брикс в казани мы уже точно поймем смягчается позиция армении опять они идут а куда они денутся на переговоры или же переговорный трек откладывается на более поздний период